Судоходные каналы, полумесяцем прорезающие исторический центр Амстердама, визитная карточка города. Старинные дома с видом на воду, престижная и дорогая недвижимость. В них жили обычные богатые купцы. На чердаках домов хранился товар. Сегодня под крышами стильные апартаменты. Как и в этом доме, два года назад сюда въехала молодая пара на пятый этаж. Сюзет Ван Дам и Джеймс Вандервельден. Квартира находится в типичном для Амстердама доме, в котором был проведен капитальный ремонт. Дому гораздо больше лет, чем это на первый взгляд кажется. Дом был построен для голландской и восточно-индийской компании. В нем жили ее конторщики, оценщики, купцы. Большая часть торговых операций осуществлялась здесь, в Амстердаме. Дом был построен в середине 17 века и долгое время служил торговой точкой. Нам пришлось все здесь кардинально перестроить. Работы вложено уйма. Чердачное помещение было жилым и до того, как сюда въехали Сюзет и Джеймс. Но от предыдущего интерьера не осталось и следа. Джеймс сам занимался переустройством. Квартиру мы перестроили буквально за месяц. У меня как раз был перерыв между двумя работами, так что все время я потратил на ремонт. Сейчас здесь очень уютно. И для работы хорошая атмосфера. В такой квартире жить очень приятно. Мы много путешествуем и храним здесь сувениры из наших поездок. Из прихожей квартиры узкий коридор ведет в спальню и в гардеробную. Напротив кухня и гостиная. Особый колорит и динамику придают комнате потолочные балки. Раньше пространство между балками было закрыто. Из-за этих балок мы влюбились тогда в эту квартиру. Ни в коем случае не стали бы их прятать. Да это было и чрезвычайно сложно. Мы их полностью освободили от перекрытий. И для большего эффекта покрасили в черный цвет. Над кухней и гостиной появился еще один жилой этаж. Джеймс Вандервельден по профессии дизайнер. У него свой офис в городе. Но время от времени он с большим удовольствием работает дома. Сюзет Ван Дамм тоже уходит из дома на работу. Но и она любит этот уютный кабинет в их общем доме. Пара давно уже живет вместе. Но любопытно, что в квартире больше следов хобби и интересов Джеймса. В квартире площадью 135 квадратных метров нашлось место даже его мотоциклу. О присутствии женщины в доме говорит комната, переоборудованная под плотиной шкаф. Во мне есть что-то мальчишеское. И все, что видите здесь, это мои интересы тоже. Ну разве только мотоцикл? Я была против того, чтобы он стоял в квартире. Но, увы, проиграла. На этот раз. Споры спорами, но в какой-то момент приходится идти на компромиссы. Мой друг поставляет идеи, а я говорю да или нет. Вот так и договариваемся. В такой квартире надо очень постараться, чтобы найти повод для споров.